Идея установить необычные часы в недавно благоустроенном сквере, названном в честь первостроителю города Видное, принадлежит местной жительнице Ирине Боровиковой. Мне просто стало интересно, вообще где-то существует такое у нас в стране, где-то установлены солнечные часы. И вот совершенно так случайно я в интернете нашла мастера Александра Болдырева. Оказалось, что это совершенно уникальный человек-специалист, известный не только в России, но и во всем мире. Я посмотрела его работы не только в городах нашей страны, но и за рубежом была потрясена, удивлена, влюблена в его работы. Инициативу поддержали глава Алексей Спасский, руководство Московского коксогазового завода и Совет депутатов Ленинского городского округа. Появилось такое место притяжения, своеобразная жемчужина, где жители могут и посидеть, и отдохнуть, и приятно провести время. Эти часы изготовлены в единственном экземпляре, других таких в России нет. Мы их только что настроили по солнышку, которое нам щедро выделили. Автор проекта Александр Болдырев. Уже много лет занимается гномоникой, наукой, изучающей солнечные часы. Скульптуры мастера известны во многих странах мира. Из истории Флоренции известно, что там на речке Арна было наводнение. И когда местные купцы восстанавливали разрушенный город, установили там солнечные часы, похожие на этот образец. Похожие, это не аналог. Они впечатлили меня, во-первых, своей историей, во-вторых, своим внешним видом. Я сделал упрощенный аналог. Это редкий очень инструмент, не потому что это солнечные часы, а потому что у них очень редкий, связан с ним ряд ассоциаций. Механизм самого древнего прибора для определения времени прост и совершенен. Он состоит всего из двух деталей. Стрелки, отбрасывающей тень, и циферблата, изготовленного из светлого камня. Но самое главное – это солнце. Как символ времен, как символ передачи из прошлого в настоящее будущее, интересов, опыта, стремления к развитию на нашей площади, вот этого сквера первостроителей, возникли солнечные часы. Таких часов нет нигде на планете. Стоит отметить, что облик сквера первостроителей совсем скоро будет полностью завершен. Скверов у нас сегодня достаточно в городе, чему-то посвящены. Но вот это именно сквер первостроителей. И обязательно здесь поставить знак, который людей бы информировал, жителей, гостей города, что такое первостроители, кто первый архитектор, откуда эта красота. Солнечные часы гармонично вписались в уникальную архитектуру старой части Видного и, несомненно, станут популярным объектом для фотосессий у жителей и гостей города. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.